Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй. Сегодня такой жаркий летний денек, и лето в разгаре, можно сказать. Но во всяком случае у нас в Ростове жара просто кипит, и уже пора выбираться в бассейны. И мне кажется, сейчас очень актуальное видео поделиться своими купальниками. У меня 7 купальников, и 4 из этих купальников будут продаваться в моем магазине. Итак, давайте начнем по порядку, и начнем с купальников, которые будут продаваться в моем магазине. Я их уже закупила, и все никак не фотографировала в магазин, потому что хотела вам сначала снять видео. Но после этого видео, я надеюсь, что уже в моем магазине, ссылочка будет здесь, уже эти купальники будут в продаже. Все в единственном экземпляре. Забрала эти купальники последние, мне показались они просто бомбические. Естественно, себе я взяла по одному купальнику, и думаю, моим девочкам тоже наверняка они понравятся, и поэтому взяла все оставшиеся купальники, которые смогла найти. Итак, первый купальник, давайте с которого мы начнем. Мне кажется, он супер-мега-бомбический, он наипростейший, но он очень классный. Таких купальников, на самом деле, продается очень много. Давайте я вам сначала его покажу, а потом расскажу. Вот такой вот купальник. Вот такой верх. Сейчас расскажу, чем именно этот мне понравился. И вот такой вот низ. То есть спереди, завязочки и сзади. Чем именно этот купальник мне понравился? Будем рассказывать на примере лифа. Мне понравились эти пайетки. Но пайетки уже, знаете, как бы, может быть, даже изрядно и поднадоели. Они же ведь разные пайетки бывают. И вообще у меня был купальник уже с пайетками. И костюмы всякие с пайетками, где пайетки поддавливают, знаете, тело. Что здесь мне понравилось? Что здесь мелкие пайетки, просто меленькие. Абсолютно никак не делают дискомфорт ни в груди, ни в трусах, ничего. То есть они мягкие. Они мелкие и мягкие. Второй момент – это цвет. Это цвет не золото, это цвет не желтый, это цвет песок. И он прекрасно просто смотрится и кажется, что вы какая-то русалка с песочком. Не знаю, очень мягкий, красивый, теплый цвет. Я взяла один купальник себе такой. И еще три купальника у меня есть в разных размерах в продаже в моем магазине. Посмотрите, как он смотрится на мне. И сразу все поймете. Эти немножечко такие, знаете, универсальные купальники тем, что здесь все на завязочках. Просто треугольнички, да, и здесь завязочки. То есть по идее один размер купальника, он может пойти на 2-3 размера, да. То есть нужно мерить, чтобы грудь закрывал и все. То есть больше-меньше у нас регулируется все только завязочками. И на трусиках то же самое. То есть они могут пойти на S-ку, на M-ку и на L-ку трусики, да. Поэтому в этом они очень классные. Но вот это бомбический, бомбический купальник. Еще хорошо то, что здесь можно, можно или нельзя, нет, здесь не высовываются. Ну, внутри такой легкий поролончик, да, он не высовывается. Но в принципе можно, если, знаете, сильно загорать, там гармошкой прям сложить. Вот так вот весь купальничек и все. И останется минимум вот здесь для загара. Ну, также и трусики. Можно из них легко сделать стринги. Я думаю, каждая девушка знает, как это делается. Я в нем еще не плавала, не купалась. Не знаю, как он в воде, но я думаю, он легенький. Я думаю, он очень быстро сохнет. Но главное, что вы будете звездой в этом купальнике. Ну, и я, естественно. Потому что я себе такое взяла. Дальше купальники есть у меня две модели офигенные. Сразу могу сказать, они идут с двумя трусами. То есть это хорошо и для загара, и для фотосессии. Начнем давайте с бирюзового красивого купальника. Он невероятно круто поддерживает грудь. То есть девушки, которые берут купальники с чашечками, этот купальник просто нереально крутой. Он очень красиво делает грудь. Сверху, значит, у нас отстегиваются бретельки по желанию. Сзади на завязочках. То есть тоже, да, объем груди. То есть главная чашка, чтобы подошла, допустим, там 75B или какой носите, да. А что касается объем груди, то есть завязочки, это очень удобно. И сейчас большинство купальников, кстати, делают такие. Трусики. Одни, значит, идут вот такие слипы с завязочками по бокам, что тоже удобно опять. Мы можем регулировать, чтобы нам не врезались бока, да, и жир не вываливался. Это у кого, если есть чему вываливаться. Знаете, у меня тоже бывает есть чему вываливаться. Поэтому я знаю, о чем говорю. И вторые трусики идут такие, знаете, большие на бедрышках. Ну, не на бедрышках, они до талии. Я не знаю, честно говоря, как называется эта модель. Но она тоже очень круто смотрится. Здесь вот такие коричневенькие. Не коричневенькие, а, знаете, такие асфальтовые, песочные какие-то трусики. И такие вот бирюзовые полоски, с которыми сочетается наш купальник. Короче, если вы идете в приличное место, допустим, в ресторан, вы одеваете трусы до пупа, как говорится. Если вы идете загорать, вы одеваете трусики вот такие слипы маленькие, чтобы загар не было лишних каких-то полосочек, да. И все. Также можно для фотосессии использовать. Короче, двое трусов, это всегда клево. И цены на купальники у меня очень хорошие. Кому интересно, давайте не буду здесь озвучивать все эти цены. Вы просто зайдете ко мне в магазин. Лишний раз будет повод зайти ко мне в магазин. И там все цены я пишу. То есть я как раз-таки акцентируюсь тем, что в магазине нужно писать сразу все цены, чтобы человек лишний раз не напрягался написать вам и спросить, сколько стоит то или это. Музыка. Продолжение следует... Продолжение следует... Завязочки завязываются, то есть объем тоже не принципиален. Здесь тоже идет двое трусиков, одни идут стринги, которые завязываются по бокам, что тоже удобно, мы можем регулировать больше-меньше. А вторые трусики также идут у нас на талию, и они здесь очень красиво так сделаны. Здесь такая рюша, здесь у нас тоже натягивается немножко, и такие складочки получаются. Тоже очень-очень красивые трусики и очень красивое сочетание. Вот, посмотрите, этот купальник вообще это первое, во что я влюбилась, и остальные я уже купила потом. Естественно, я все это взяла себе и вам для продажи. Субтитры сделал DimaTorzok Еще один купальник, который я заказала на Гибюре и вам его уже показывала. Завязывается он впереди, такие рюшечки, вот, очень красивый голубой цвет, тоже завязывается по бокам. Сейчас покажу, как он смотрится на мне, мне кажется, шикарный. Дальше купальник, который мне привезли из Белоруссии. У меня есть знакомые, которые запустили свое производство купальников. И кого интересуют купальники небюджетные, а такого класса люкс, можно сказать. Цены там не дешевые. Я оставлю ссылку на них под видео в инстаграме. Посмотрите, какие там есть классные модели. Но вот такой вот купальник выбрала я. Вот такой вот красивый. Сочетаний разных много. То есть, можно делать без бусинок. Есть другие формы купальников. Есть много разных цветов такого купальника. Также трусики есть разные. Можно подбирать. Вот у меня двое трусов. Одни я взяла трусики, которые регулируются. С белыми такими бантиками. Красиво на попе так сидят. Сейчас увидите все. И вторые трусики размер в размер. Все идет замечательно. Тоже такие немножечко зауженные сзади. Но уже без завязочек по бокам. Я считаю, что под купальник нужно, чтобы было двое трусов. Потому что трусы все время как-то, мне кажется, быстрее портятся. Поэтому должно быть и под белье, и под купальник двое трусов. Поэтому я взяла вот таких двое трусов. Сочетания есть разные. Можно все комбинировать. То есть, там не так, чтобы взяли купальник и все. 75B размер мой идеально сидит. Ну и двое вот таких трусиков. Еще там есть модели. Не только из такого материала. Есть разные материалы, разные цвета. Слитные купальники. В директ можно писать прям девушке это и говорить, что вы хотите. Размеры делаются все под заказ. Какие хотите, что-то есть в наличии. Классный купальник. Вот посмотрите, как он на мне сидит. Если вас заинтересует, проходите по ссылочке. И посмотрите, что у них еще есть в наличии. Это купальники не дешевые. Сразу говорю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также я купила себе вот такой вот простой, на мой взгляд, но не дешевый, блин, 3,5 тысячи, купальник в мармалата. Такой купальник, и я его взяла именно потому, что он по цвету очень подходил под мои новые очки. Я его взяла, в принципе, сидит он на мне неплохо, может быть, для темного и не очень это, ну, короче, пусть будет. Я долго думала, брать его или не брать, потому что 3,5 тысячи, мне кажется, это много. У моей купальники почти в два раза дешевле, вот, поэтому мне показалось, что это дорого за купальник. Именно из мармелада, потому что в мармеладе, оно, ну, само мармалата, оно не отличается качеством особым каким-то, да, то есть там в Китае все понятное дело, и поэтому 3,5 тысячи, ну, не знаю, мне показалось дороговато для мармалата. Дальше Фаберлик. Не помню, за сколько я брала этот купальник, но я его брала, именно мне очень нравятся сочетания, разные там черно-белые, но когда я его увидела, мне просто захотелось накрасить красную помаду, надеть его, да, и фотосессия. Здесь тоже все на завязочках, я, честно говоря, люблю такие простые купальники отчасти, чтобы были просто вот завязочки и завязочки. Ты одеваешь, тебе его не жалко испортить, не жалко испачкать, сесть там в песок, они тоненькие, быстро сушатся, если вдруг ты поправишься или похудеешь, они все равно будут на тебя хорошо сидеть. Размер, кстати, у меня XS от Фаберлик. Все, это все мои купальники, которые я еще не обновила. Заходите в мой инстаграм, и я думаю, что вы увидите все эти купальники где-нибудь на пляжу, я лежу, на бассейне, с бокалом там и так далее, и так далее. Я все эти купальники обязательно отфоткаю, потому что именно для этого я их так много и взяла, чтобы вы не смотрели мой инстаграм в одном купальнике. Все, мои хорошие, надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Загляните под видео, проходите по всем ссылочкам, обязательно заходите ко мне в магазин, может быть, найдете что-то для себя интересное, там много всего продается, и косметика. Скоро я видео сделаю, отдельно косметику обзора из моего магазина, отдельно какие-то платьишки или еще что-то. В общем, заходите под видео, у меня всегда там очень интересные и полезные ссылки. Все, я вас люблю, целую. Я вам желаю хорошего лета, жаркого, чтобы если вы еще не нашли своих половинок, и стремитесь к этому, нашли своих половинок, чтобы вы вообще прекрасно провели это время, может быть, даже попутешествовали, и на все это было у вас время, возможность и силы, и здоровье. Все, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok